Россия готова к появлению нового общества. Общества людей, которые готовы действовать. Об этом сегодня говорили в Ставрополе на открытии Большого гражданского форума сообщества. Он объединил общественных активистов, представителей бизнеса и власти со всего СКФО. На разных площадках они будут налаживать связи, делиться опытом и обсуждать конкретные проекты, способные сделать жизнь лучше. На что способны энергия и инициатива, если их правильно применить, выяснил Леонид Нечапуренко. Они не депутаты, не артисты и не спортсмены, но у себя на родине их знают очень многие. На форум сообщества приехали те, кто привык пробовать, а не бояться, действовать, а не ждать, мыслить конструктивно, а не жаловаться. Гражданские активисты, руководители НКО и члены общественных палат разных регионов – люди занятые. Но все же нашли три дня на Ставропольскую командировку, чтобы поговорить о том, что волнует, и завести новые знакомства. В связи, все мы участвуем активно в общественной жизни, участвуем в грантах, реализуем проекты. Если мы хотим выйти на федеральный уровень, на уровень СССР, то нам нужно вместе дружить. Ставрополье уверенно движется к построению настоящего гражданского общества. Об этом на пленарном заседании рассказал губернатор Владимир Владимиров. Он отметил, в крае сейчас более трех тысяч различных НКО. Многие из них получают поддержку региональных властей, в том числе и финансовую. За последние четыре года объем такого финансирования вырос в три раза. При этом сотрудничество с властью не влияет на независимость общественных организаций, подчеркнул глава региона. У нас спектр взаимодействия от борьбы с наркоманией, это действительно наше, до поддержки ветеранов, пенсионеров. Это сфера нашего взаимодействия. То есть спектр огромный. И ни при каких обстоятельствах никто не должен от нас зависеть. Мы хотим, чтобы те решения, которые власть принимает, были с человеческим лицом. И без взаимодействия с обществом этого никогда у нас не получится. Отметил Владимиров и движение «Новая энергия», благодаря которому многие молодые гражданские активисты смогли трудоустроиться в управленческих структурах. Все более тесное взаимодействие общества и власти – это неизбежный процесс, подтвердил секретарь общественной палаты России Валерий Фадеев. А все потому, что сами жители страны стали другими, более активными и готовыми брать ответственность за будущее. Идет мощнейшее развитие гражданских институтов. Кажется, что пока их не так много и не так заметно. Но их не было в 90-е годы. Это рождается принципиально новая структура общества в России. И мы видим это, как на наших глазах это происходит. Но я считаю, что может быть это вообще главное явление, которое сейчас есть в нашей стране. Для активных людей активное обсуждение, точнее интерактивное. На входе в зал всем участникам раздали специальные пульты. Так что прямо во время заседания можно было голосовать и высказывать свое мнение по самым важным вопросам. Все, что было на пленарном заседании, зрители своего ТВ могли увидеть в прямом эфире. А после обеда участники форума продолжили работу на разных тематических площадках. Обсуждали работу с молодежью, развитие курортов, сельское хозяйство, вопросы ЖКХ. Интересно, что свои названия эти площадки получили в честь крупнейших городов СКФО. Ставрополь, Владикавказ, Пятигорск, Махачкала, Грозный. Сделали это с умыслом, чтобы подчеркнуть, что цели у нашего общества одни, независимо от региона. Есть интересные ожидания, которые мы озвучим.